Так, ну, пара слов обо мне. Я руковожу курсом RAS Developer Professional уже больше двух лет. Профессионально разрабатываю по более семи лет. Начинал с C++, C Sharp, Python. И последние три года уже использую RAS в различных сферах. Системная разработка, прикладное по backend, blockchain. На разном приходилось работать. Зовут меня Кирилл. Так, да, вижу сообщение на половину экрана. У всех такая проблема, что на половину экрана. Ну, потому что, да, я демонстрирую отдельное окно, поэтому, возможно, вам нужно что-то сделать. Чтобы развернуть это дело на полный экран. Я не уверен, может быть, можно сдвигать как-то границы в LiveDigital. Ну, да, попробуйте как-то поэкспериментировать. Может быть, браузер на полный экран, обычная F11 кнопка поможет. Так, да, сегодня у нас будет занятие по курсу RAS Developer Professional. И мы будем писать пул потоков. Ну, пару слов про курс. Курс направлен на изучение не только синтезиса, но и концепции языка RAS, архитектуры, его инфраструктуры, то есть сторонних решений, которые можно использовать в себя в проектах. Предназначен курс для разработчиков, которые хотят перейти на RAS с другого языка, или, может быть, использовать его как вспомогательный. Да, мы на курсе рассматриваем не только сам язык, но и элементы Computer Science. Большое внимание уделяется многопоточности, например. Ну, и говорим о таких, о различных низкоуровневых вещах, ссылке, арифметике, указателей. Будем обсуждать, что такое неопределенное поведение, когда оно возникает, как RAS от него защищает. Обо всем этом будем говорить. И за счет этого, за счет того, что система типов RAS достаточно мощная и содержит много интересных решений, эти концепции, которые она содержит, помогают писать корректный безопасный код, в том числе и на других языках. Даже если вы изучаете RAS, ну, не для того, чтобы использовать его как основной язык, возможно, вам все равно будет полезно его изучить, просто потому что это повысит вашу квалификацию как разработчика даже на других языках. Ну, и да, по поводу инфраструктуры, обсудим такие направления, как backend, frontend, blockchain, game dev. Есть несколько веб-серверов на RAS. Это будет на тему backend, различные библиотеки по взаимодействию с базами данных, в том числе библиотека, которая позволяет валидировать корректность SQL-запросов на этапе компиляции. Из интересного про frontend поговорим. На данный момент RAS это наиболее популярный язык для компиляции кодов в WebAssembly, что открывает большой простор для написания различных частей или даже полноценных frontend-приложений. Сферу блокчейн-разработки тоже RAS очень хорошо занял. Огромное количество новых крутых блокчейнов разрабатывается именно на RAS, и они поддерживают написание смарт-контрактов на RAS. Рас довольно много вакансий в этой сфере. Но геймдев не так активно развит в RAS, как вот предыдущие сферы, но тем не менее активно развивается и периодически тоже попадаются в вакансии. RAS для геймдева отлично подходит, поэтому тоже про него будем говорить. Ну и по поводу программы курса. В первом модуле мы буквально занятий за пять. Плюс-минус рассмотрим основные концепции RAS, его синтаксис, что он в себя включает. Дженерики, трейты, лайфтаймы. Ну, это вот из того, что не всегда есть в других языках. Обсудим. После этого перейдем к организации проекта. Поговорим про то, как мы можем делить код на файлы, как это дело стыкуется с крейтами, как это упаковывается в пэккеджи. После этого перейдем к рассмотрению стандартной библиотеки. В ней довольно много решений, которые демонстрируют, как правильно применять RAS в тех или иных ситуациях. Ну, там рассмотрим практически все, что она предоставляет. Работу с файлами, работу с сетью, различные коллекции, структуры данных. Алгоритмы. Ну, в общем, все, что необходимо, чтобы писать в некоторых смысле базовые вещи на языке. Потом перейдем в модуль многопоточности. Там у нас будет две большие под темы. Это вытесняющая многозадачность, то есть системная. Поговорим, что такое системный поток. С точки зрения операционной системы поговорим, для чего параллельные потоки нужны, какие проблемы они создают при использовании. Посмотрим, как раз нас защищает от части этих проблем за счет своей системы типов. И после этого перейдем к кооперативной многозадачности. И там уже рассмотрим Async и Weight Syntaxes, Framework Tokyo. Ну и тоже обсудим, в чем разница, зачем кооперативная многозадачность нужна, какие есть инструменты в RAST для работы с ней. Потом у нас будет модуль архитектуры, где мы поговорим про ООП и функциональное программирование. И их элементы, которые в RAST присутствуют. Поговорим про паттерны, которые в RAST наиболее часто применяются. Про то, как правильно обрабатывать ошибки. Про то, как строить и сохранять варианты. Обсудим. И после этого мы будем готовы перейти уже к наиболее практической части курса, где будем обсуждать различные фреймворки и библиотеки, которые есть в RAST. Ну, то есть готовые решения в различных областях, которые я вот на прошлом слайде перечислял. После этого у нас будет проектная работа, на которую выделяется месяц. Вы сами выберите тему, которая вам интересна. Ну, либо с помощью преподавателя выберите тему, которая вам интересна. И по этой теме напишите готовое, законченное приложение. Ну, законченное до некоторой степени, как минимум. Пройдете защиту. Ну, и в конце получите сертификат о завершении курса. Да, вижу вопрос. Про мобильные приложения что-то будет? Tauri 2.0. Нет, к сожалению, про мобильные приложения у нас нету занятия, потому что нету специалиста, который в этой области работал. Ни я, ни другой преподаватель, который на курсе преподает в сфере мобильной разработки, не работали. И поэтому на данный момент такого занятия нету. Так и занятия на тему встраиваемой разработки тоже по той же причине. Если найдем преподавателя, то добавим и то, и другое. Это вот что хотелось бы в курсе улучшить, но пока нету ресурсов на это. Да, вижу вопрос. Сколько времени сегодня будет идти? Я думаю, до полдесятого. Ну, то есть стандартные полтора часа. Это вот среднее время, в которое идут вебинары у нас и на курсе. И открытые уроки я тоже стараюсь укладывать в это время. Итак, небольшое знакомство. Начнем с правил. Правила вебинара, собственно, перечислены на экране. Стараемся активно участвовать. Создаем вопросы, если что-то непонятно. Я, наверное, вы уже заметили, вопросы могу увидеть не сразу. Либо могу захотеть закончить какую-то мысль, но потом обязательно вернусь к вопросам и на все отвечу. Если вдруг так случилось, что я ваш вопрос пропустил, и он улетел уже вверх в чате, то не стесняйтесь, повторяйте. Обязательно я постараюсь на все ответить. Так, цели сегодняшнего вебинара у нас следующие. Мы постараемся разобраться, как работает пул потоков. Напишем некоторую примитивную реализацию пула потоков. Ну, несмотря на то, что она примитивная, она будет функционирующая, причем даже довольно шустренько будет работать. Ну и посмотрим, как работает компайлер Drive and Development в Rust. Ну, компайлер Drive and Development — это фраза, которую я позаимствовал из документации к языку, из официальной. Она там используется частично в шутку, но на самом деле в Rust такой подход имеет место быть. И мы сегодня посмотрим, что это такое и как он работает. Я постараюсь, когда буду писать код, писать его сначала, скажем так, не сильно опираясь на свой опыт. То есть буду писать наиболее очевидный код в данной ситуации, раз мне будет говорить, где я неправ, и мы вместе будем исправлять ситуацию. Ну и пара вопросов к аудитории. В принципе, на оба вопроса можно ответить просто «да-нет», поэтому можно там плюс-плюс, плюс-минус написать в чат. Первый вопрос. Есть ли у вас опыт разработки многоточных приложений? Второй вопрос. Знаете ли вы, чем отличается вытесняющая и кооперативная многозадачность? Да, ну по поводу опыта разработки многоточных приложений я спросил скорее просто, потому что мне любопытно, насколько интересно будет то, что я сегодня рассказываю. Ну то есть если у вас большой опыт разработки многоточных приложений, то возможно вам будет интересна только раст сторона того, о чем я буду вещать. А второй вопрос. Я спросил, чтобы обратить внимание на то, какой вид многозадачности мы сегодня будем использовать. Да, есть люди, которые работали над многозадачными приложениями, есть которые не работали, но по большей части, ну в общем, да, мало кто готов ответить на второй вопрос. Ну, в общем, вытесняющая многозадачность, это обычно, она обычно реализуется на уровне операционной системы, ну и системных потоков. То есть наш код выполняется в некоторых, ну, условно скрытых от нас сущностях, системных потоках. С другой стороны, операционная система тоже мало что знает о нашем коде. Она может в любой момент прервать выполнение потока, в котором какая-то часть нашего кода выполняется, и вытеснить его с ядра процессора другим потоком, в котором, допустим, часть чужого кода выполняется, там, какого-то другого приложения, каких-то сервисов операционной системы. И таким образом потоки вытесняют друг друга, конкурируя за процессорное время. И планировщик операционной системы, ничего не зная о том, когда код можно остановить, когда нельзя остановить, сам решает, когда это делать, ну и, соответственно, делает это в произвольный момент времени. Это имеет свои преимущества и недостатки, мы будем обсуждать это активно на курсе. Ну и другой подход — это кооперативная многозадачность, в которой код вместо того, чтобы конкурировать слепо за процессорное время, наоборот, сам указывает, в каком месте его можно прервать. И обычно это делает в тех местах, где запускаются какие-то процессы, задачи, не требующие процессорного времени. Ну, например, операции ввода-вывода. То есть мы в коде явно указываем, что вот в этом месте можно прерваться, и за счет этого у компилятора, у системы появляется больше информации о том, когда какую задачу можно останавливать. Ну, про разницу вытесняющую кооперативную многозадачность мы поговорим на курсе в модуле многопоточности. А сегодня мы будем использовать вытесняющую системную многозадачность. Будем создавать системные потоки, и они у нас в пуле будут работать, выполнять наши задачи. Так, ну и давайте перейдем к основной теме занятия. Это пул потоков. Для начала чуть-чуть теории. Ну, собственно, что такое пул потоков? Пул потоков — это множество заранее созданных системных потоков и механизмы распределения задач между ними. Ну, то есть как, скажем так, базовый подход по выделению какого-то кода на параллельное выполнение. Мы создаем системный поток, передаем туда код. Системный поток этот код выполняет и завершает свое существование. Это вот к Трэдпулу пока не относится. Это то, как мы делаем, когда просто вот нам вдруг захотелось создать параллельный поток. Мы его создали, он выполнился и завершился. Если хотим какую-то другую параллельную задачу запустить, мы снова создаем системный поток, он снова работает, снова завершается. Ну и таков его жизненный цикл. Трэдпул работает иначе. Мы создаем заранее набор системных потоков, которые живут, ну, относительно бесконечно. Пока живет наш Трэдпул. Вот они в нем живут, и они по большей части все заблокированы, то есть не выполняют полезные нагрузки, по крайней мере, сразу после создания. Потом у нас есть некоторая очередь сообщений, через которую мы задачи можем в эти потоки закидывать. Ну, то есть просто передаем в некоторую структуру данных задачи. Эти задачи передаются в один из потоков Трэдпула. Трэдпул. Поток. Эта задача выполняет, доводит до завершения, и снова переходит в состояние ожидания следующих задач. При этом такие вот сблокированные потоки процессорное время не тратят, просто дожидаются, пока к ним задачу не закинут. Ну, вот здесь еще указано продолжение, то, что завершенные задачи тоже куда-то отправляются. Но это, скажем так, по желанию. В принципе, это можно строить саму задачу, отправки своего результата куда-либо. Основная идея в том, что у нас есть набор системных потоков, которые мы заранее создаем, и мы умеем в них пробрасывать задачи на выполнение. Поток получает задачу, выполняет ее, и засыпает, дожидаясь следующей задачи. Ну, и по поводу преимущества и недостатков такого подхода по сравнению с порождением системного потока под каждую задачу. Это вот то, про что я сначала сказал, когда мы, чтобы выполнить параллельную задачу, просто создаем под нее системный поток. Преимущество ThreadPool, он не требует дополнительной работы по созданию системного потока для каждой задачи. Ну, это является серьезным преимуществом, потому что ThreadPool, потому что системный поток, на самом деле, довольно тяжеловесная сущность. Как минимум, у каждого потока есть свой стэк, и он лоцируется при создании этого системного потока. То есть, когда мы создаем поток, мы для него сразу лоцируем довольно большой участок памяти, ну, обычно плюс-минус там 4 мегабайта. По умолчанию. И вот у нас даже для какой-то небольшой, маленькой задачки, мы сразу берем, лоцируем, ну, условно, огромное количество памяти, которое ей, скорее всего, не потребуется. А вот когда мы используем ThreadPool, мы заранее выделяем память под все потоки, заранее создаем все потоки, и потом они у нас эту память переиспользуют для выполнения тех задач, которые мы на них отправляем. То есть, нам не требуется создавать такую тяжеловесную сущность, как поток операционной системы. Для каждой маленькой задачки мы создали заранее несколько таких тяжелых сущностей, и потом задачки по ним раскидываем и переиспользуем их. Ну, и когда у нас появляется много мелких задач, мы не нагружаем сильно планировщик операционной системы. Это вот второе преимущество. Большим количеством системных потоков мы имеем все то же маленькое количество заранее созданных системных потоков в ThreadPool и нагружаем только их. Планировщику не приходится орудовать там с десятками тысяч потоков, как-то их шедолить, раскладывать по ядрам, часто менять контекст не приходится. Выполняется у нас все в одном и том же небольшом наборе заранее созданных потоков. Но такой подход имеет и недостатки. Если у нас много блокирующих задач, они могут выполняться последовательно. В то время как, когда мы создаем системные потоки под каждую блокирующую задачу, мы можем запустить их довольно много, и все они запустятся параллельно и будут выполняться там где-то под капотом, ну, условно параллельно. То есть, если у нас много тяжеловесных блокирующих задач, то ThreadPool, наверное, будет не очень хорошим решением. Либо потребуется ThreadPool с большим количеством потоков. Ну, и когда задачи отсутствуют, потоки из пула дополнительно окружают систему, не выполняя полезной работы. Ну, как минимум, требуют некоторую память. Требуют тоже какой-то дополнительной работы от планировщика операционной системы. Но это минимальные затраты, которые, в принципе, на... по крайней мере, на десктоп, на серверных системах можно не учитывать. Во втором разработке, может быть, еще, когда мы там каждый такт процессора считаем, это будет серьезной проблемой. Но в большинстве случаев нет. Да, вижу вопрос. Подскажите, как ссылку эту перекрыть на компьютере, а то открыл на телефоне, а при отправке вкладки открывается главная ли в Digital. А переоткрыть? В смысле на компьютере. Тут... Что я могу подсказать? Насколько я помню, в инструкции было написано, что требуется авторизация на сайте Otus, чтобы попасть на вебинар. Может быть, на компьютере не авторизованы. Единственное, что я могу предположить, почему не открывается. Ну, может быть, еще на телефоне надо выйти. Вот, возможно, да. Нужно, чтобы только в одном месте вы зашли на конференцию. Итак, про преимущества и недостатки я сказал. Ну, то есть, преимущество в том, что мы заранее резервируем некоторые ресурсы операционной системы и переиспользуем их для всех мелких задач. Недостатки в том, что этих заранее зарезервированных ресурсов может не хватить для больших блокирующих задач, если их много. Ну, и в том, что мы все-таки их заранее резервируем, даже когда у нас нет для них нагрузки. Ну, и по поводу реализации. Собственно, при создании объекта трекпула мы создаем некоторое количество системных потоков, которые нам нужны. И все эти потоки блокируются в ожидании получения задач из некоторой мультипродюсер-мультиконсюмер-очереди. Мультипродюсер-мультиконсюмер нам требуется, потому что нам требуется отправлять задачи из разных мест, скорее всего, и принимать их в несколько разных мест, ну, то есть как раз-таки в нашей потоке. Очередь должна быть потоком безопасной, разумеется, потому что данные будут передаваться из одного потока в другой. Дальше мы предоставляем у нашего трекпула метод, который создает новую задачу на базе того, что от нас хочет пользователь и, собственно, отправляет ее в эту мультипродюсер-мультиконсюмер-очередь. Дальше первый поток, который эту задачу получает, ее выполняет, а остальные потоки ждут следующей задачи. Тут, собственно, три пункта. Буквально нам потребуется реализовать два метода. Но, со мной, что интересных особенностей. Трендбулл – это вообще хороший учебный пример. Я его активно эксплуатирую. И вот сегодня мы тоже им займемся. Так, ну и пора переходить к лайв-кодингу. Давайте остановим демонстрацию и перейдем в редактор кода. Так, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если редактор кода видно. Вижу плюсики. И тут я для начала создал просто пустой RAS проект с библиотекой командой Cargo New. Ну, собственно, вот вы ее полностью видите на экране. Параметр lib означает, что это, что мне требуется RAS пакет с библиотекой внутри. VCS нам, что мне не требуется система контроля версий. Тут я гид не буду использовать. По умолчанию у Cargo Cargo это, собственно, пакетный менеджер для Rust. Но он позволяет, он управляет проектами, в том числе, позволяет создавать новые. По умолчанию он создает гид репозиторий в новом проекте. Вот мне он не нужен. Ну и дальше название. RedPoolLiv я назвал. По умолчанию у нас создается папка source с кодом. В ней создается либо RAS файл, в котором какая-то простая функция указана. И тест для нее. Это мне понадобится. Можем удалить. Помимо этого у нас есть CargoTOMOL файл. Это файл, который собственно содержит конфигурацию для нашего проекта список зависимостей, какие-то другие параметры. Вот версия, имя. И есть CargoLog файл, который генерится автоматически и фиксирует себе версии зависимости, которые мы последний раз использовали, чтобы они автоматически у нас не обновлялись при каждой сборке, а только когда мы этого захотим. Но нам сегодня CargoLog и CargoTOMOL файл не понадобятся, мы зависимостями пользоваться не будем. Будем писать все просто с пользованием стандартной библиотеки. Ну и давайте начнем писать библиотеку нашего трекпула. и для начала объявим структуру struct fret pull и для начала сделаем его пустой. Будем, как я уже говорил, писать наиболее просто и потом, если что, нам компилятор подскажет, что у нас идет не так. Вот я описал структурку и ее методы я буду помещать в impl-блок. Impl-блок это блок с реализацией данной структуры. Так, ну нам, во-первых, понадобится создавать новый экземпляр трекпула. Это fn объявляем метод new. Нам потребуется указать количество потоков. Давайте так назовем frets number Обычно в Rust для количества каких-то объектов используется тип usize. Да, вот в чате подсказывают pub struct, это верно, и мы к этому придем чуть позже, когда попытаемся использовать нашу библиотеку стрекпулом извне. Как я уже говорил, я сейчас буду нарочно допускать ошибки, и потом, когда у нас будут из-за этого возникать проблемы, мы будем возвращаться, смотреть, как компилятор нам не дает их допустить, и исправлять их в соответствии с подсказками компилятора, но и может какой-то дополнительной информацией. Поэтому давайте пока писать максимально примитивно, первое, что приходит на ум. Итак, вот мы написали метод new, нам компилятор подсказывает, что раз мы хотим возвращать трекпул, но можно его заменить на синоним self. Раз мы хотим возвращать объект self, то надо его собственной с функцией вернуть. Нельзя ничего не возвращать, когда мы указали, что у нас возвращаемое значение есть. Пока что заглушим это дело макросом to do. Макрос to do сообщает компилятору о том, что здесь нарочно ничего не добавлено, и если мы запустим код и он дойдет до макроса to do, то приложение просто аварийно завершится. Итак, первая функция, когда нам потребуется new, в ней мы будем создавать набор потоков, собственно, который будет у нас работать и выполнять задачи. И вторая функция, это уже будет метод, он будет принимать ссылку на self, назовем его spawn. пока что тоже сделаем его максимально простым. Даже можно ссылку на self не принимать, пока вот так вот его оставить. Пустой метод, он ничего не должен возвращать, но при этом должен принимать задачу. Давайте сначала напишем параметр task, ну пусть назовем тип t. Давайте лучше f, мне f больше нравится. Task имеет некоторый тип f принимается, ну и тут мы ее будем тоже запускать, давайте тоже пометим как туду, несмотря на то, что компилятор не ругается. Так, ну вот примерно так будет выглядеть API нашего ThreadPool, можно создать новый ThreadPool и можно на нем породить задачу. Вот компилятор говорит, что он не знает, что такое тип f. Ну давайте, так как у нас можно будет передавать нам разные задачи на выполнение, мы заранее их тип не знаем, разрешим передавать сюда любой тип. Для этого используем механизм дженериков, ну или обобщенных типов, и по-русски называть. Вот объявляем обобщенный тип f, и вот это объявление означает, что в качестве объекта task может выступать объект вообще любого типа. То есть мы сюда можем передать что угодно. Мы чуть позже ограничим набор типов, сюда можно передавать теми типами, которые можно выполнять где-либо. Но пока что пришли к такому виду. Давайте теперь запустим потоки. Но для начала проверим if Threads Number равно нулю, то нужно что-то сделать в этом случае, потому что запускать Threadpool с нулем потоков как-то не имеет смысла, он ничего выполнить не сможет. Можем аварийно завершиться здесь, сказав, что все плохо. Другой вариант обернуть возвращаемый тип self в обертку option. И здесь вернуть нам в случае если нам передали количество потоков равное нулю. Компилятор ругается, что мы все еще не возвращаем из функции то, что требуется. Давайте оттуда вернем. А вот это обертка videooption. Давайте я в него перейду. Это часть стандартной библиотеки. Тут много лишнего кода. Нам интересны варианты. У перечисления option есть два варианта. Первый вариант нам, который говорит о том, что объект отсутствует. Второй вариант сам, который содержит объект. Ну и собственно интерпретировать можно его так, что объект у нас присутствует. То есть если у нас передали количество потоков равное нулю, то возвращаем нам. Говорим, что мы не можем создать threadpool с таким параметром. Ну а если это не так, то будем дальше его создавать. И в конце вернем сам. Ну собственно можем уже написать. Так как у нас структура пустая, нам больше ничего не требуется. возвращаем self и оборачиваем его в сам вариант option. Option и другой тип, похожий на него result, это основной способ обработки ошибок в Rust. Ну собственно вот здесь мы примерно этим и занимаемся. Проверяем входной параметр и если он не соответствует нашим ожиданиям, то возвращаем негативный вариант, то есть отсутствие объекта. Ну а если все соответствует, то возвращаем сам. Но пока что нам этого недостаточно. хотелось бы, чтобы у нас запустились потоки при создании нового экземпляра ThreadPool. Ну и давайте их запустим. For нам потребуется цикл, потому что потоков будет несколько. Мы указываем For счетчик цикла в заданном диапазоне. То есть счетчик цикла будет меняться от нуля до Threads Number, не включая вот это правое значение. Ну то есть если нам попросят создать потоки три штуки, то и пройдет значение 0, 1, 2. Так, тут мы теперь должны собственно запустить параллельный поток. Ну, тоже все просто. Для этого в стандартной библиотеке стд есть модуль fret и в нем есть функция spawn. Функция std fret spawn запускает параллельный поток и выполняет в нем пунктор, который мы в него передали. Ну, функтор это может быть либо вообще функтор это все что угодно, что можно вызвать как функцию. Это может быть либо просто функция, либо замыкание. Замыкание в раз обозначается вот такой конструкцией, две вертикальные черты, ну, либо два пайпа. Между ними можно указывать параметры, в данном случае они нам не нужны, то есть входные аргументы нашего замыкания. А в фигурных скобках в теле указывается, что мы в нем собираемся делать. Если мы оставим так, то наш новосозданный поток ничего делать не будет и тут же завершится. Давайте мы пока тоже его заглушим. Нам здесь потребуется что? нам потребуется в будущем принимать задачи и выполнять их, но сейчас у нас пока что никаких задач нету, мы их еще не описали, что это такое, поэтому давайте просто усыпим этот поток, тоже стд, тот же модуль стд fret нам потребуется, в нем есть функция sleep, в которой мы должны передать продолжительность сна. Ну и скажем, что пусть он спит одну секунду и все это происходит в цикле. компилятор подсказывает, что нам счетчик здесь не нужен на самом деле. Давайте его заглушим тоже, чтобы лишний раз не ругался компилятор. Ну вот, теперь все хорошо, мы создаем параллельный поток, но сейчас вместо того, чтобы принимать и выполнять задачи, он у нас просто будет блокироваться на секунду и через секунду просыпаться и снова блокироваться в бесконечном цикле таком. Будет бесконечно спать. Теперь надо подумать о том, как нам передавать задачи в потоке. Тут можно нагуглить, вспомнить, где-то еще прочитать о таком механизме, как канал Evrast. Каналы это как раз таки и есть потокобезопасные очереди, позволяющие передавать данные между потоками. Так как мы собираемся в поток что-то закидывать из некоторого другого потока канала, это подходящий для нас механизм. Создадим канал. Назовем его две части. Ну, собственно, давайте пока что-то напишем channel равно std модуль std sync в нем multiproducer single consumer под модуль и в нем есть функция channel которая возвращает тюпл из двух элементов. Первый элемент это передающая часть канала, второй элемент принимающая часть канала. с передающей часть можно отправлять данные, а из принимающей их принимать и можно это делать в разных потоках. Давайте сразу здесь же и разделим эти две части, они нам по отдельности нужны. Назовем их sender и receiver. Компилятор ругается, потому что не знает какой тип объектов мы будем передавать из передатчика в приемник. Это функция channel, это generic функция, есть параметр t, и этот параметр t должен либо быть явно указан, либо компилятор должен иметь возможность вывести его из контекста. Сейчас мы наш канал нигде не используем, поэтому и из контекста вывести тип, который мы будем передавать у компилятора не получается. Чуть позже мы этот тип укажем и компилятор будет удовлетворен. Так. Ну, что мы теперь можем сделать? Давайте теперь мы разделим, попробуем передать ресивер в параллельный поток. Ну, то есть нам нужно, чтобы параллельные потоки принимали из ресивера задачи, а в центр мы должны отправлять задачи. причем отправлять мы должны вот здесь во функции spawn. Так, что мы можем сделать? Давайте удалим заглушку, где мы бесконечно ждем и цикл бесконечно оставим, но в нем теперь вместо ожидания мы будем пытаться принимать данные. Аи-ассистент подсказывает, что написать. Он подсказывает, ну, собственно, вот вызвать ресивер ресив. Это будет наша задача, давайте ее только назовем. то есть то, что пользователь попросил выполнить на трекпуле, чуть позже мы ее запустим. Давайте, чтобы не забыть, пометим это дело to do run task. Так, ну, вот, получать мы задачи научились, теперь нужно научиться их отправлять. Чтобы их отправлять, мы внутри функции spawn должны иметь доступ к вот этому сендеру, то есть передающей части канала. Чтобы сендер у нас не уничтожился по завершению функции new, нам нужно его куда-то сохранить, ну, и, очевидно, сохраним его как поле нашей структуры. Сендер. Укажем, что это сендер. У меня автоматические среда добавляет импорты из стандартной библиотеки здесь duration больше не нужно, мы больше не спим в потоках. А вот теперь нам нужен сендер. Сендер это тоже generic тип, и его generic параметр это тот тип данных, который через этот сендер отправляется. Ну, давайте введем некоторый тип task, пока что он у нас будет под заглушкой. для этого создадим alias task равно ну и пока что я здесь указал просто unit type он уже пустой тюпл это тип который не имеет никаких данных вообще чуть позже мы это дело заменим давайте тоже помечу что to do replace with task type то есть нужно заменить на наш тип задачи и так вот мы указали что храним в как поле передающую часть канала давайте ее собственно сохраним в объект self компилятор теперь начинает ругаться что у нас не хватает полей вот когда здесь пусто можем попросить подставить нужное поле и вот мы указали что теперь у нас сендер хранится внутри self тут у нас возникла еще одна ошибка мы к ней чуть позже вернемся и теперь нужно подумать над функцией spawn в ней мы должны принятую задачу отправлять через канал в собственно сендер который мы в поле сохранили в раз обычное обращение к полям структуры обращается с помощью выполняется с помощью слова self но если мы здесь напишем self то нам компилятор скажет что он не знает что такое self вот здесь и более того подскажет что это слово можно использовать только если мы в качестве параметра принимаем self так ну нам здесь он потребуется по ссылке то есть мы не хотим перемещать сам третку внутрь себя если мы так напишем то при вызове спаун функции на объекте threadpool мы сюда сам объект переместим и он нам станет уже недоступен в том месте где мы функцию вызвали мы хотим его сюда позаимствовать ну то есть получить к нему доступ на чтение и нам для этого достаточно обычной иммутабельной ссылки вот мы здесь указали теперь у нас есть доступ к объекту self то есть к объекту этой структуры на которой мы метод спаун вызываем и у этого объекта мы можем получить поле sender и то что нам здесь нужно сделать это отправить нашу задачу dot send напишем task и здесь напишем еще unwrap то есть sender dot send это отправка задачи а unwrap в конце означает что мы считаем что отправка задачи всегда будет корректна то есть никогда не закончится ошибкой ошибкой она может закончиться только в случае если передающая принимающая часть канала уже уничтожена так как у нас в данный момент принимающая часть канала живет бесконечно в внутренних потоках то мы уверены что она никогда не будет уничтожена а следовательно мы всегда сможем туда что-то отправить но возникает проблема sender у нас это тип который отправляет объект типа task вот мы их вот такой вот заглушкой заткнули а тут мы отправляем некоторый объект типа f generic type давайте вот эту проблему теперь тоже отложим чуть позже мы приведем тип f к некоторому общему типу для всех задач вот этому типу task который тоже чуть позже определим но для начала что нам нужно сделать нам нужно собственно запустить вот здесь задачу мы при попытке получения задачи имеем result этот result опять же говорит нам о том насколько у нас получилось принять следующее сообщение нашей многопоточной очереди если передающая сторона уже мертва то у нас не получится принять сообщение а передающая сторона у нас умирает только в тот момент когда собственно завершается существование объекта нашего threadpool то есть этот sender уничтожается когда уничтожается сам threadpool а следовательно в такой ситуации давайте так и напишем if ну пока что сойдет if task dot is r то есть если мы получили ошибку то мы выходим из цикла этого loop который у нас в нашем потоке бесконечно работает и следовательно завершаем весь код который мы в этот поток передали а по завершению кода который мы передали в поток поток завершает свое выполнение чуть позже мы поговорим про так называемый greypool shutdown то есть корректное завершение нашего threadpool но сейчас пока что оставим это на будущее и сейчас мы сделали так что если задача принята точнее что если задача не принята то есть передающая часть канала умерла то поток завершает свое существование это хорошо но нам все-таки хотелось бы вот из этого резалта достать задачу которую нам прислали тут такой подход не подойдет поэтому мы напишем match match это конструкция позволяющая пройтись по всем вариантам перечисления которые нам передали ну и вообще сопоставить с некоторым шаблоном то что мы пытаемся то что мы в match передаем здесь мы передаем result и нам даже среда подскажет у него есть два варианта это либо ok успех и там получаем задачу и выбрасываем ее в переменную либо r ошибка ну тогда мы нам что за ошибка неинтересно мы вызываем break так вот так уже лучше теперь если у нас получилось принять задачу то она у нас сохранится вот в эту переменную если не получилось то мы прервем выполнение нашего потока то есть выйдем из цикла который в нем выполняется и поток завершится так да опечатка смотрим что у нас по ошибкам осталось во первых здесь нам компилятор на что-то ругается а во вторых здесь ну здесь понятно на то что типы не совпадают ожидался тип который мы вот здесь как заглушку задали а мы передаем некоторый generic тип f то есть практически любой тип сюда можно передать и попытаться отправить сендер в то время как сендер умеет отправлять только тип заданный вот здесь компилятор прав нужно с этим что-то делать ну а здесь мы хотим получив задачу ну собственно ее запустить то есть как функцию ее вызвать тот самый функционал будет вызываться который пользователь передал на выполнение в наш поток то есть нам нужно описать некоторый тип сейчас у нас таск напоминаю заглушен таким образом нам нужно теперь эту заглушку поменять на реальный тип который в который можно упаковать любой пользовательский функционал и для этого в Rust существуют трейд объекты трейд объекты это объекты которые позволяют используя динамический полиморфизм сводить объекты разных типов к некоторому общему типу трейд объекта давайте я напишу код и потом его прокомментирую здесь нам потребуется box din ну и для начала напишем что здесь будет fnones без параметров fnones это трейд это особенный трейд который в Rust обозначает любой функтор который можно вызвать единожды и только единожды то есть мы имея в руках вот такой некоторый fnones сможем его один раз вызвать ну собственно то что нам и нужно есть еще другие fn трейды просто fn и fn mood ну а их различиях и для чего они нужны мы поговорим уже на курсе сейчас останавливаться не будем нам сейчас достаточно что fnones можно один раз вызвать ключевое слово din означает что это тот самый трейд объект о котором я говорил как я уже упоминал fnones это трейд то есть по сути описание интерфейса din fnones это уже конкретный тип к которому можно свести любой другой тип реализующий трейд fnones то есть к типу din fnones мы можем свести любой другой тип который является функтором то есть который можно вызвать то что нам собственно и требуется и помимо этого мы все это упаковали в обертку box box это просто умный указатель размещающий данный тип в динамической памяти не на стеке а в динамической памяти ну или в куче это необходимо потому что если мы box уберем то нам подскажут да ну здесь мы среди ошибок не увидим ну вот вот здесь кстати видно что размер значения типа task а это din fnones неизвестен на этапе компиляции можем вызвать линтер каргу клипи он нам подробнее расскажет про ошибку давайте ее найдем да здесь мы видим что подсказку что task тип не имеет известный на этапе компиляции размер это связано с тем что этот размер динамический ну раз ему можно любой тип свести значит и размер может быть любой а на стеке мы можем размещать только объекты с известным на этапе компиляции размером то есть стек при компиляции должен быть размечен и нам ничего не остается кроме как разместить такой объект в динамической памяти а для этого нужно обернуть его в указатель Box при создании объекта теперь у нас будет он размещаться в динамической памяти а при уничтожении вот этого Box указателя объект будет деавоцироваться ну то есть память будет очищаться автоматически то что нам нужно Итак, мы указали, что хотим принимать пунктор Теперь у нас вот здесь ошибка пропала Когда мы в бокс обернули В бокс уже имеет известный для этой компиляции размер Поэтому можем хранить его на стеке Давайте пока вот этот код закомментируем Он нам немножко мешает Так, да, я пытаюсь вот здесь от ошибки избавиться Нам говорят, что нужно подсказать компилятору, какой тип имеет task Ну, давайте подскажем для начала прям явно Для этого укажем в функцию channel Какой именно тип мы будем передавать по этому каналу Ну, а это наш тип task, для которого мы Alias создали И тут мы видим, что совсем все стало плохо, все покраснело Снова компилятор чем-то недоволен Давайте, чтобы подробнее понять, что ему не нравится Вызовем новый линтер И будем читать ошибку Компилятор сообщает нам, что тип DINFN1, ну, то есть наш трейд объект Наш функтор произвольный Не может быть безопасно передан между потоками Давайте думать, почему он так решил Ниже написаны подсказки У нас он ругается на большое количество кода Поэтому подсказок тоже много Ну, самое интересное тут То, что компилятор говорит нам, что требуется Чтобы тип, который мы передаем, реализовывал TradeSend Некоторый тоже трейд Дополнительный send Ну, и связано это с тем, что Замыкание, которое мы передаем В функцию spawn Тоже должно реализовывать TradeSend Давайте в нее заглянем Мы увидим, что тут мы тоже принимаем Некоторый функтор, тоже FN1 И требуем от него Чтобы он реализовывал TradeSend И TradeSend и Sync Это трейд, на которых построена вся безопасность Использования многопоточности в Rust На этапе компиляции Это просто маркеры, которые помечают Типы, которые можно передавать в другой поток Ну, или которые можно делить с другими потоками В случае Sync Мы здесь ничего делить не собираемся Нам достаточно, чтобы наш объект Task Реализовывал TradeSend То есть мы должны ужесточить требования К тому, что считается задачей И теперь это будут только Будут только те типы, которые можно передавать в другой поток Вот мы указали здесь В дополнение к тому, что Task должна быть функтором Она еще должна быть потоком безопасна Сохраняем Ошибка исчезла Там осталась еще одна Но мы к ней сейчас перейдем Да, вижу вопрос Какую аналогию можно провести между трейтом и классом Давайте я уточню Имеется в виду класс из C++ Тогда есть достаточно неплохая аналогия Это чисто... Не путаю терминологию По-моему, такой есть из C++ То есть класс, в котором описаны только чисто виртуальные методы Нету никаких реализаций Есть только описание интерфейса этого класса По-моему, это еще интерфейсом в C++ называлось Я плюсы не трогал уже года четыре Поэтому уже подзабыл терминологию Ну, то есть Trade Это просто описание некоторого интерфейса Вот, например, TradeSend вообще не содержит никакого функционала Он просто помечает типы, которые можно передавать в другой поток Более того, он автоматически вводится компилятором Как именно, мы тоже обсудим на курсе Сейчас не будем на это тратить время Важно, что если мы теперь потребовали от задачи, чтобы ее можно было передать в другой поток То и через наш канал мы в другой поток ее передать сможем И компилятор нам теперь разрешает делать Не выдает ошибок Вот это вот один из примеров того самого Compiler Drive Development Я забыл указать, что задача должна быть потоком безопасна И компилятор отказался позволять мне передавать эту задачу в другой поток Таким образом, он не позволил мне допустить гонку данных Это одна из проблем многопоточности Которая встречается довольно часто и очень неприятно Ее сложно отлаживать, ловить Она ничем не детектируется практически А вот в Rust на уровне системы типов она недопустима Ну, по крайней мере, в Save по множеству языка На котором пишется практически весь код Итак, одну проблему мы решили Теперь у нас задача Это некоторый объект, имеющий конкретный тип И к этому типу можно свести любой функтор, который потоком безопасен Хорошо, ну давайте теперь научимся это дело отправлять все-таки Сейчас, если я попробую отправить некоторую обобщенную тип F То компилятор логично скажет мне, что я не прав Ведь в Sender я должен отправить вот такой тип А я пытаюсь отправить какой-то тип F О котором компилятор ничего не знает Тут нам нужно сделать пару преобразований Во-первых, мы должны тоже указать, что F Тип должен иметь такие же ограничения, как и тип Task Вот я здесь указал Теперь мне в функцию Spawned можно передать только функтор, который потоком безопасен На этапе компиляции вот этот тип F будет заменен на конкретный тип функтора, который мы сюда передадим Ну это может быть либо замыкание, либо какая-то функция просто И то и другое реализует straight fn-once Но прежде чем мы сможем это отправить в наш Sender Нам нужно еще разместить это все-таки на куче То есть свести тип вот этот F к типу box din fn-once То есть преобразовать наш известный тип компиляции тип к некоторому динамическому типу Ну, это преобразование происходит автоматически Все, что от нас требуется Это поместить переданную задачу в box Это мы сделали И снова компилятор чем-то недоволен Давайте почитаем, чем именно Он нам пишет, что тип F может не прожить достаточно долго И снова компилятор оказывается прав, защищая нас от глупой ошибки Как вы заметили, замыкания Ну, в принципе, как и в любом языке Могут захватывать какие-то локальные данные Например, вот здесь я в замыкании, которое у меня выполняется в другом потоке Я захватываю ресивер Локальную переменную И теперь, если где-то извне пользователь создаст замыкание Захватывающее ссылку на локальную переменную И отправить его в другой поток С помощью нашей функции spawn Будет вероятность, что другой поток проживет дольше, чем та самая локальная переменная Ну, то есть, вот мы пишем какую-то функцию FnFool В ней у нас есть переменная A Объявим замыкание Допустим, оно вот выводит на экран Значение этой переменной Теперь, если у нас есть ThreadPool Давайте его тоже создадим Ну, не важно, сколько здесь потоков И мы вызовем Pool Spawn Closure Компилятор нам это позволит сделать Но при этом Наше замыкание Хранящее в себе ссылку на переменную A Давайте лучше я здесь строку создам Мне так больше нравится Потому что строки Сложнее использовать Подобным образом Да, вот Поменял число на строку просто Но проблема вся та же осталась Вот у меня строка создалась Для нее там выделилась память Я ссылку на эту строку передаю В ThreadPool Для выполнения вот такой вот задачи Вывода строки на экран При этом Это Замыкание будет отправлено в виде сообщения По каналу В какой-то из потоков В какой-то из потоков Когда-то начнет это дело выполнять И возможно, что Перед тем, как это будет выполняться У нас это переменная A Выйдет из области видимости То есть покинет функцию FU А когда такое происходит Компилятор уничтожает данные строки То есть строка Очищается Память освобождается А ссылка на нее Все еще существует И мы попытаемся ее где-то там Данные строки Эти отобразительные экраны А данных уже не существует Поэтому Компилятор и говорит нам Что При таком подходе Мы пытаемся передать В Сендер Объект, который Возможно не живет Достаточно долго Потому что он может Содержать ссылки На какие-то локальные данные Как вот в этом примере Нам такое не подходит Мы хотим передавать Только объекты Которые не содержат ссылки На локальные данные А для этого Нам потребуется еще одно Ограничение здесь Это Static Lifetime Это еще один механизм Rust Который защищает От ошибок работы с памятью Позволяя явно указывать Как долго должны жить Объекты Которые мы принимаем Если объект имеет Static Lifetime Это означает Что он не заимствует Никакие локальные данные А если он не заимствует Никакие локальные данные Значит он живет Достаточно долго Собственно Сколько угодно долго Может жить И быть использован В любой момент Все, теперь Функция spawn у нас Закончена Компилятор доволен И действительно Он не дал нам Совершить ни одну из ошибок Не дал создать гонку данных Не позволил Передавать объекты Которые Не позволил передавать Ссылки на объекты Которые будут уничтожены Раньше времени Таким образом Не позволил создавать Висячие ссылки Называемые То есть ссылки На удаленные объекты Просто не позволил Нам собрать Нашу программу В случае Если в ней будут Такие ошибки Но осталась Еще одна проблема Тут нам сообщают Что Объект Receiver Перемещен На предыдущей Операции цикла И действительно У нас есть цикл Который пробегается По индексам потоков Создает Вот такое вот Количество Потоков В итоге И каждому потоку Требуется свой Объект Receiver А он настолько один Это объект Некопируемый То есть его нельзя Просто взять и скопировать И объясняется Это тем Что Раст каналы Это мультипродюсер Сингл консюмер Каналы А раз Сингл консюмер Значит у них Может быть только Один получатель Ну и поэтому Ресивер у нас Вот Есть только один И если мы его Перемещаем в первый поток Который создаем В цикле То второму потоку Уже Ресивера не достанется Ресивер у нас Перемещен И Использовать его Снова нельзя Давайте попробуем Это ограничение Обойти Нам нужно Создать Объект Который будет Во-первых Клонироваться А во-вторых Предоставлять доступ К одному и тому же Ресиверу Из всех Своих клонов Это в раз Счетчик ссылок Обернем Ресивер в Счетчик ссылок Переобъявим Переменную Ресивер Теперь у нас Будет ресивер Внутри Объекта ARC ARC Это Atomic Reference Counter И вот у нас Ресивер В него Завернут Мы можем Написать Например Здесь в начале Цикла Let Receiver равно Receiver Dot Clone Это Операция Клон Создаст Еще одну Копию Счетчика Ссылок Но в нем Счетчик Увеличится И мы За счет этого Сможем Этот Отдельный Экземпляр Счетчика Ссылок Передать В новый Поток И в нем Использовать Тут все покраснело Пока не обращайте Внимание При этом Старый Ресивер У нас Останется На месте Но его Вот этот Экземпляр Счетчика Ссылок И в следующий Поток На следующей Итерации Мы передадим Уже его Копию Таким образом Мы разделим Доступ К нашему Ресиверу Между потоками И все Было бы Хорошо Если бы Компилятор Опять Не начал К нам Приставать Со своими Ошибками Она Не помещается На экран Давайте я Снова Вызову Карго Клипи И опять Он нам Сообщает Что Ресивер Не может Быть Разделен Между Потоками Безопасно Чуть Ниже Нам Подсказывают Что Да У меня Есть Некоторые Проблемы С демонстрацией Немножко Подергивается Терминал Почему-то Отображаем Мы крайне Прошу За это Прощения Исправить Это Не получилось Я Стараюсь Минимально Задействовать Мышку Потому что Я ей Вожу Такие Подергивания Случаются Надеюсь Нам не сильно Помешает Так вот Компилятор Нам сообщает Что нельзя Безопасно Разделить Объект Ресивер Между Потоками Связан Это с тем Что Для него Не реализован Трейд Синг А раз Не реализован Трейд Синг Значит Между потоками Его делить Нельзя Действительно Объект Ресивер В этом плане Не поток Безопасный Мы не можем Взять Неск Ссылок На один И тот же Объект Ресивер И Раскидать В разные Потоки Потому что Это грозит Нам гонкой Данных В нем Нету Дополнительной Синхронизации Чтобы Разные Потоки Один и тот же Объект Ресивера Использовали Что мы Теперь С этим Можем Сделать Мы Можем Синхронизировать Доступ К Объектам Ресивера То есть Мы Не можем Позволить Потокам Одновременно С ресивером Общаться Всем Но Можем Позволить В один Момент Времени Чтобы Один Поток Получал К Ресиверу Доступ И тут Наверное Мне Из аудитории Кто-нибудь Подскажет Основной Способ Такой Синхронизации Как нам Заставить Потоки Договариваться Ждать Друг Друга Когда Один Из потоков Ресивера Используют Чтобы Все Другие Ждали Ну Да Сходу Ответ Действительно Самое Простое Мютекс Мы Должны Обернуть Ресивер В Тип Мютекс Пишем Здесь Мютекс Нил Нам Потребуется Тоже Импортить Список Импортов Добавился Тоже Действительно Оборачиваем Ресивер В Мютекс И Теперь Нам Мютекс Гарантирует Что Если Один Из Потоков Получил Доступ К Ресиверу То Все Остальные Потоки Будут Дожидаться Пока Первый Поток Не Закончит Ресивером Работать Все Теперь Нам Можно Делить Вот Такой Вот Объект Который Дополненную Синхронизацию Имеет А Имеет За счет Того Что Мютекс Реализует TradeSync Независимо От Того Реализует ли TradeSync Объект Помещенный Внутрь Него Потому Что Мютекс Синхронизирует Доступ К этому Объекту Но Подробнее О том Как устроены TradeSync Мы Тоже На курсе Поговорим Сейчас Нам Важно Что Мы Ошибку Исправили И вот В такой Конструкции Мы можем Во-первых Делить Объект Между Потоками За счет Счетчика Ссылок На этот Объект А во-вторых Объект Потока Безопасен За счет Дополнительной Синхронизации Которую Предоставляет Мютекс По-хорошему Такие Вот Конструкции Из Несколько Оболочек Можно Оборачивать В Скрывает За собой Ну то есть Чуть-чуть Парефакторить Можно Этот код Ну Наверное Можем Этим И заняться У нас еще Время Есть Немножко Давайте Создадим Объект Это будет Таплстракт Зовем его TaskReceiver TaskReceiver Таплстракт Потому что У него будут Не именованные Поля А просто Перечисляться Будут И собственно У него будет Только одно Поле Это будет Ресивер Который Принимает Задачи Он у нас Будет Обернут В Мютекс А Мютекс Будет Обернут В Atomic Reference Counter Такая Матрешка Получилась Все Обернули Ну и давайте Ему тоже Добавим Методов TaskReceiver Добавил Метод Ресив Пусть он Возвращает OptionTask Ну и мне Здесь вот Ай-ассистент Подсказывает Как нам Этот OptionTask Получить Мы сначала Должны Взять Лог У Мютекса Убедиться Что у нас Это получилось Без ошибок Ну про ошибки И про отравление Мютексов Мы поговорим Тоже на курсе Сейчас пока Опустим Это дело В данном Случай У нас Есть основания Полагать Что Никогда у нас Мютекс Не будет Отравлен Поэтому Всегда мы Сможем Брать на нем Лог Получили Таким образом Доступ К Нашему Внутреннему Ресиверу К тому Который Получает Задачи У него Вызвали Метод Receive Ну и проверяем Удалось Нам получить Задачу Или нет Живо Передающая Страна С помощью Метода Ок Который Преобразует Result В Option И здесь Возвращаем Если вернется Нам Значит Все Задачи Больше Принимать Не получается Передающая Страна Не работает Уже Она уничтожена Если вернется Сам Значит У нас Есть Новая Задача Для Выполнения Вот Мы Создали Оберточку Которая Упрощает Использование Нашего Ресивера Давайте Собственно Научим Ее Создаваться Из обычного Ресивера FM New Принимать Будем Обычный Ресивер И будем Во все Оберки Его Здесь Оборачивать Тогда Чтобы Получить Такой Вот Поток Безопасный Ресивер Нам Здесь Потребуется Просто Вызвать Таск Ресивер New И так Как Мы Собираемся Его Клонировать Мы Должны Для Него Предоставить Возможность Ну Собственно Клонирование Для этого Нам нужно Попросить Компилятор Автоматически Реализовать На этом Типе Trade Clone Это Делать С помощью Derive Макроса Ну Либо Можем Сделать Это Вручную Вот Примерно Вот Вот Ну Чтобы Вот Такой Boiler Plate Код Много Не Писать Обычно Такие Реализации Стандартные Делают С помощью Derive Макросов О которых Мы Тоже Поговорим На курсе Теперь Нужно Немножко Поправить Код Выполнения Задачи Итак Нам требуется Цикл Который Работает Пока Получается Получать Задачи Из ресивера Для этого Враз Есть Цикл Который Пытается Сопоставить С шаблоном То что Мы ему Предоставили Это цикл While Let То есть Мы Объединим Сопоставление С шаблоном Вместе С запуском Цикла While Let То есть Пока С вот таким Шаблоном Сам Task Совпадает То что У нас Возвращает Ресивер Ресив Мы Выполняем Задачу Давайте Еще раз Выровняем Код И вот У нас В параллельном Потоке При запуске Параллельного Потока Запускается Вот такой Вот цикл While Let Который Проверяет Что Ресивер Принял Задачу Успешно И если Это так То Эту Задачу Выполняет Если Задача Не была Принята Значит Передающая Страна Уничтожена А Следовательно Нет Смысла Продолжать Этот цикл Больше Нам Точно Ничего Не придет Можем Завершать Вместе С ним И Наш Параллельный Поток Потому Что Передающая Страна У нас Уничтожается Только Когда Уничтожается Объект ThreadPool Ну и Мы Практически Завершили Написание Нашего Кода Теперь У нас Компилятор Ругается Что Типы Которые Мы Здесь Указали Их Методы Не Используются Давайте Это Исправим Для Этого Нам Нужно Пометить Структуру Как Публичную Таким Образом Подскажем Компилятору Что Это Может быть Использован Откуда Извне Так Как Мы Пишем Библиотеку Наш Код Может быть Использован Извне Пометим Функцию New Как Публичную И функцию Spawn Как Публичную Все 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 Мы Пометили Как Паб Может Быть Использовано Извне Тип Task Помечать Как Публичный Не Обязательно Он У нас Используется Только Внутри Нашей Библиотеки Извне Он Не Нужен Task Receiver Тоже Это Утилитарный Тип Который Мы Используем Только Внутри Для Своего Удобства Ну вот Базовая Реализация Трэдпула У нас Готова Можем Попробовать Ее Протестировать Да Я Увидел Сообщение В чате Тут Посоветовали Еще RVLog RVLog В Rust Тоже Присутствует Но Сейчас Нам Не Нужно Распараллеливать Доступ На чтение Более Того Наоборот Нам Нужно Запретить Параллельный Доступ На чтение Потому Что Чтение Из Ресивера Параллельное Не потокобезопасно И поэтому Мы используем Mutex Если попытаемся Поменять его На RVLog То Компилятор Обоснованно Сообщит нам Что мы пытаемся Сделать неправильно И не соберет Нашу программу Итак Давайте я здесь Создам еще один файл MainRS Это будет Еще один Create В котором Мы будем Использовать Функционал Нашего Трэдпула Для начала Создадим Сам Трэдпул Пул Равно ThreadPool New Допустим Ну Пусть будет 16 потоков Ну И какую-нибудь Задачку Придумаем Давайте Мы создадим Какой-нибудь Большой массив Данных Data Это будет Вектор Давайте По-другому Зададим Это будет Последовательность Чисел От нуля До Чтобы придумать Чтобы оно было Достаточно долго Но давайте Для начала До миллиона От нуля До миллиона И напишем Вот такую Глупую Функцию Find Да Давайте Обернем Ну давайте Пока так Оставим Сейчас посмотрим Как нам Будет удобно Find Она будет Принимать Ссылку На наш Трэдпул Принимать Ссылку На Трэдпул Ну давайте Да Упакуем Это все В вектор То есть В памяти Это число Будет лежать Для этого Нам потребуется Провести Некоторые Операции Ну и Вызовем Собственно Функцию Find Pool Data Да И здесь Будем Принимать Данные Как ссылку На Слайс Чисел Вот у нас Функция Find Мы здесь Будем искать Некоторую Последственность Чисел И искать Ее будем Очень Примитивно Просто Будем Прождать Отдельную Задачу На То Чтобы Проверить Одно Число То есть У нас Будет Очень Много Очень Маленьких Задач For In Наш Перемен Наш Объект Data Рождаем Задачу Которой Проверяем Что Data Равна Но давайте Возьмем Что-нибудь Там Ближе К концу Ну и При этом Будем Завершать Операцию Что Нам Для Нужно Нам Для Этого Нужно Создать Какой Нибудь Тоже Канал TxRx Назовем Передающий Приемную Сторону Равно STD SING MPC Channel То есть Создадим Канал И если Данные Равны Искому Числу То мы Делаем Tx Dot Send Только не Dat А I Ну то То есть Мы просто Пробегаемся По нашим Данным В поисках Нужного Нам Числа Так Здесь У нас А это Ссылка Пусть Будет Так Тут Send Dot Урэп Считаем Что у нас Всегда Получится Отправить Число Так Что-то Не нравится Ну давайте Здесь мы Примем Rx Dot Receive Dot Ungrap Let Found То есть Найденное Число Которое Мы там Отправляем Здесь Примем И на Это Закончим Операцию Что-то Не нравится Borrowed Data Там И здесь Давайте Так Напишем Мы Закватываем Ссылку На И А это Заимствует Данные Из Самой Даты Что Нельзя Делать При Запуске Параллельного Потока Мы Просто Преобразуем Скопируем Число И И Будем Копию И И И Так Сендер Да И Отправлять Мы будем Копию Да И Копия Сендера Нам Нужна Раз Меня Поправляет Постоянно Потому что Нельзя Один и тот Сендер Отправить В Разные Потоки Можно Его спланировать Отправить Копию Так как Это Мультипродюсер Канал Мы можем Использовать Много Сендеров И их Клонировать Так Вот Функцию Find Мы Написали И Давайте Замерим Сколько Она Будет Работать Now Равно Стандартной Библиотеки Берем Instant Now Spend Давайте Time Spend Равно Now Elapsed Ну и Пусть Будет Seconds F32 Ты Выведен На экран Найдено Такое Это число За Такое Это Время With Pool То есть В нашем Трэдпуле Мы за Такое Это Время Нашли Такое Это число Да Я уменьшил Там Максимальное Значение Давайте Здесь Уменьшу То Что Мы Ищем Посмотрим Как долго Будет Работать Может Потребуется Увеличить Время А тут Мы должны Явно Указать Что Хотим Собрать Все Дело В Вектор Ну то есть Я просто хочу Замерить Как быстро Будет Работать На стул Потоков Вот Я Хочу 100000 Задач на нем Выполнить Очень легковесных Ну 900000 Ладно Ну и Давайте Запустим Это Дело Cargo Run Так как Будем Мерить Президительность Будем Запускать В Релиз Конфигурации Сборку Ну и Достаточно Ну Как видим Очень быстро Нашел 19 Миллисекунд Потребовалось На Такой Объем Задач Ну и Давайте Сравним С системными Потоками Напишем Точно Такую же Red Red Spawn Так STD Red Spawn Тоже Передем Сюда Замыкание Да И нам Нужно Чтобы Здесь Ничего Не Возвращалось Вот Так Ну То есть Код Точно Такой Же Делает То же Самое Можем Здесь Подождать Пару Секунд То есть Такой Примитивный Бенчмарк Напишем STD Thread Sleep Чтобы Предыдущие Все Задачи Завершились Duration From Seconds 5 секунд И вызвать Уже Find Threads И сюда Ту же Самую Ссылку На Те же Самые Данные Передаем Да И вот Число Такое Маленькое Загул Несмотря На то Что Быстро Находится Я боюсь Что У меня Слишком Много Сетевных Потоков Будет Создано Ну И давайте Cargo Run Release И видим Что У меня Пошло Создание Системных Потоков И до Сих пор Идет Для Большого Количества Мелких Задач Намного Эффективнее Использовать Thread Pool Да я там Не поменял Запись With Sys Threads Потому Что Как я уже Говорил Порождение Системного Потока Это Очень Тяжелая Операция И вот Здесь Мы делаем Много Раз Просто Для Того Чтобы Выполнить Очень Миниатерную Задачку Когда мы Используем Thread Pool Мы Не порождаем Системные Потоки Для Каждой Задачи А Переиспользуем Уже Заранее Созданные Поэтому Получается В данном Случае И во Сколько В 50 Раз Эффективнее Больше 60 Примерно В 60 Раз Эффективнее Работает Thread Pool Понятно Что Задача Такая Синтетическая Бенчмарк На коленке Сделанный Но Тем не менее Примерно Порядок Величин Ценить Можно Так Ну и По поводу Кода У меня На сегодня Все Осталось Немного Времени Давайте Мы Сейчас Перейдем К презентации Обратно Если Есть Вопросы Какие-то Пишите Тут Сегодняшний Урок Не имел Целью Объяснить Все концепции Досконально Которые Мы Использовали Как Вы Помните Я Много Отсылался К курсу Что Мы Там Будем Все Это Изучать Намного Более Подробно Сегодня Было Интересно Продемонстрировать Различные Особенности Раст Которые Позволяют Нам Избегать Глупых Ошибок В том числе При работе С многопоточностью В том числе При работе С памятью Когда мы Куда-то Отправляем Какие-то Ссылки Нигде Нам Раст Не позволил Ошибиться Использовать Удаленные Данные Делить Между потоками Непотокобезопасные Типы Всего Этого Нас Компилятор Защитил Да Вижу вопрос Если из мейн Выходим То потоки Продолжают Выполняться Да Это недостаток Нашего Трэдпула Он у нас Далеко Не Production Ready Мы можем Добавить На самом деле Туда Довольно Легко Graceful Shutdown То есть Чтобы Когда у нас Объект Нашего Трэдпула Умирал Мы дожидались Завершения Всех потоков Но сегодня Мы это Сделать Уже Не успеем Мы Это будем Делать На курсе Да Вижу еще Вопрос Какой тип Задач Не получится Выполнять С помощью Трэдпул Я Не Совсем Понял Вопрос Вообще Какой Мы не Сможем Передать Мы не Сможем Передать Задачи Которые Заимствуют Какие-то Ссылки На локальные Данные Например Это Ограничение Системы Типов Которые Мы Явно Задали Ну и Оно Имеет Под собой Обоснование Потому что Локальные Данные Могут Умереть Раньше Чем Мы Будем Использовать В другом Потоке Если Речь идет О том Какие Задачи Вообще Не следует В Трэдпул Отправлять То Это Большое Количество Задач Ввода Вывода Которые Надолго Заблокируют Поток У нас Их Немного В Трэдпуле Обычно И Если Мы Все Потоки Заблокируем То И Все Приложение У нас Становится Не Сможет Дальше Выполняться Подскажите Пожалуйста Что Происходит На уровне Hardware При Передаче Владения Переменной Из Одного Потока В Другой На Уровне Hardware Просто Копируются Данные Со Стэка Одного Потока На Стэк Другого Потока Вот И Все Ну То Есть Минимальная Операция Происходит Просто Копирование Кусочка Памяти Но При этом Компилятор Нам не Позволяет В старом Потоке Кусочек Откуда Мы Скопировали Использовать Потому Что Ну Это Некорректно Принцип Владения Требует Чтобы Был Только Один Владелец И Теперь Это Новый Поток Да Вот Вижу Вопрос Как Оцените Количество Вакансий Сложность Поиска Работы Если Вести Раз на Headhunter То Вакансий Можно Перестать По пальцам Ну Не сказал Что Прям По пальцам Там Когда Я Последний Раз Смотрел Были Сотни А то И тысячи Вакансий То есть Довольно Много Есть Чатик Вакансий 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 Я Скину На Него Ссылочку Там Регулярно В среднем Раз В день Появляются Раз Вакансии В Телеграме Канал Ну В общем Да Вакансии Есть Часто Конечно Требуются Люди С Опытом Но Встречаются И Без Опыта Я Сейчас Об Этому Тоже Скажу Тогда Екатерина Следующий Вопрос Если То есть Если Нужны Переменные Которые Использовались В основных Потоках То Нужно Будет Создавать Временные Для ThreadPools Arc И Mutux Да Мы Можем Либо Делить Переменные С помощью Arc И Mutux Как Мы Это Делали С Ресивером Например Ну Mutux Требуется Только Если Мы Хотим Их Менять Если Только Читать То Arc Достаточно Либо Их Копировать В другой Поток Либо Использовать Так Называем Scoped Thread Для Если Нам Требуется Fork Join Семантика Сейчас Я уже Подробнее Останавливаться На этом Не буду Мы На курсе Будем Это Обсуждать Тоже Такие Вот Scoped Thread Позволяют Заимствовать Локальные Данные В другой Поток Раз В основном Вакансии Скрипта Ну да Большая часть Вакансий Это Блокчейн Периодически Появляются Вакансии На Бэкэнд И Фронтэнд Иногда Проскакивают Геймдев И Еще Реже Что-то Связанное Со Страиваемой Разработкой Но Иногда Системной Разработкой Еще Появляется Посредний ZPEG Как раз Отличается Других Языков Обычно Выше Но Потому Чаще Ищут Разработчиков С более Высокой Квалификацией На Rust Поэтому И Среднее ZPEG Выше Если Передавать Уникальную Мутабельную Ссылку Все равно Происходит Копирование Например Обернуть Какой-нибудь Скоуп Ну вот В Скоуп Фредах Да Мы можем И Мутабельную Ссылку Заимствовать И Обычную Ссылку Потому Что Мы Уверены Что Скоуп Фреды Проживут Не Больше Чем Текущие Локальные Область Видимости Да Есть Несколько Production Ready Thread Pool На Скидку Самый Популярный Район Он Предоставляет И Обычный Thread Pool И Огромное Количество Абстракций Над ним И Реализовано Оно Очень Хитро Есть Чуть Попроще Более Выскоуровневый Наверное Rusty Pool Это Пара Крейтов Можете На Crates IO Это Официальный Реестр Rust Пакетов Их Поискать Почитать О них Посмотреть Код Там Уже Production Рейд Решения Но Они Соответственно Намного Сложнее Да Вопрос Когда Rust В России Приобретет Популярность На ваш взгляд Да Я бы сказал Что он Уже Приобрел Я думаю В топ 10 языков Он точно Входит Если Имеется Ввиду По Вакансии Давайте Мы Дальше По Презентации Пойдем Там Кстати Вакансия Тоже Будет Так Ну а Курсе Называется Редактор Developer Professional QR Код Ведущий На страницу Курса Стартуем Мы 30 Мая Ссылка На Соцсети И Вот Здесь У меня На Слайде Скопировано Три Вакансии Слева Направо По Уровню Квалификации Которая Требуется По Росту Уровню Квалификации Левая Вакансия Компания Пикодата Ищет Стажера Джуна Зарплатная Вилка По результатам Собеседования Требуется Уметь Работать С базами Данных Помимо Раст Ну то есть Требования На такую Вакансию Минимальные Дальше Чуть Поинтереснее Тут У нас Сбербанк Свои Цифровые Продукты Тоже Частично Реализуют На Раст В основном Всякие Инфраструктурные Сервисы Тут Требуется Чуть Большая Квалификация Но и оплата Соответствующая Справа Блокчейн Вакансия Это Вакансия На удаленку Скорее всего С англоязычной Командой Требуется Чуть больше Знаний Например Требуется Знать Солидити Это Из-за Написание Смарт-контрактов Для Этериум Что-то Скриптовое Написание Смарт-контрактов Иметь опыт Но так как Блокчейн Сфера Коммуницировать На английском Но и Вилка Как бы Соответствующая Требуемой Квалификации По поводу Приобретения Популярности Насколько я знаю Уже практически Все крупные Компании Которые можно Вспомнить Так или иначе С Растом Либо экспериментируют Либо даже Используют В своих продуктах Ну вот Сбер Яндекс МТС Что еще Вайлберис Писал Часть функционала На Раст Ну вот так Сходу Что в голову Пришло У всех Есть вакансии Касперский Кажется Искал Раст Разработчиков Тинькофф На Раст Пишет инфраструктуру Ну в общем Крупные игроки Уже начинают Потихоньку Раст использовать Ну вот Пикодата Не из крупных Компаний Используют В чатике С вакансиями Которые я скидывал Тоже довольно много Стартапов Или мелких Компаний Которые хотят На Раст Писать свои решения Ну да Сейчас с Растом По большей части Экспериментируют Все таки Язык довольно молодой Ну постепенно Все больше и больше Появляется вакансий Если вот Когда я Начинал Может пару лет назад Заниматься Растом То появлялась Одна вакансия в неделю Сейчас Одна вакансия в день Появляется В том чатике Который я скинул Да В Data Science Есть некоторые решения На Раст Сделанные И сейчас Это направление Стараются развивать Энтузиасты И даже Компании Некоторые участвуют Насколько я знаю Но вообще Я не специалист В ML Поэтому Подробнее не расскажу Просто Слышал Скажем так Слухи и новости Что да Сейчас На Расте Разрабатываются Новые решения Для ML Ну и Data Science Так ну Да у меня На сегодня все В начале Чата Скидывали Ссылочку на опрос Попрошу по возможности Его пройти Сейчас я ее продублирую Опросы занятия Да Спасибо вам за внимание Запись Занятия сегодняшнего Будет доступна На сайте Отус Когда я точно Не скажу Ну там В течение дня Наверное Будет доступно Да Не я занимаюсь Этим Размещением Поэтому Не знаю точно Сроки В течение дня На сайте Курса Будет доступна Ссылка на запись Ну а запись Будет на ютюбе Да Вам спасибо За внимание Всем хорошего вечера Кажется На все вопросы Ответил Ничего не пропустил До встречи На курсе Еще раз Всем счастливо Да И вам хорошего вечера До свидания До свидания Продолжение следует Продолжение следует